Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Геннадий Иванович Терешин, главный врач лечебно-реабилитационного клинического центра Юдина. Здравствуйте! Здравствуйте! Геннадий Иванович, очень рады видеть вас в нашей студии. Хотелось бы, чтобы вы сегодня более подробно рассказали о вашем реабилитационном центре, об основных направлениях медицинской помощи. Ну, я хотел бы первое обратить внимание, что мы представляем интересы научного медицинского исследовательского центра Минздрава Российской Федерации реабилитологии и курортологии. Структура нашего главного учреждения и вообще нашего центра, она является филиалом института курортологии, расположена в зеленой зоне нашего Подмосковья, в Одинцовском районе. Это станция Перхушку, буквально полтора километра пешком от станции. Наш центр занимается реабилитацией пациентов после большого спектра заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания. Мы берем пациентов после ортокоронарного шунтирования, берем пациентов после стентирования сосудов, венечных сосудов сердца. У нас есть тесный контакт и с Мясниковским центром кардиологии Минздрава Российской Федерации. Мы работаем с крупными больницами города Москвы, которые поставляют нам пациентов. Наша задача реабилитационного центра не только лечение, мы возвращаем в строй, в трудоспособность состояния наших жителей нашей страны. Не только сердечно-сосудистая система – это приоритет нашей работы, мы занимаемся также непосредственно патологией периферической нервной системы, состоянием после перенесенных оперативных вмешательств на позвоночнике, состоянием после оперативных вмешательств на суставах. Берем пациентов, что очень актуально в наше время, в век сердечно-сосудистых заболеваний, состояние реабилитации после инсультов. Проводим сейчас мониторинг и открыто работаем над внедрением новой программы по реабилитации пациентов после онкологических заболеваний молочной железы. Наш центр достаточно крупный. Как я сказал, мы являемся филиалом, загородным филиалом. У нас основное здание, основной спектр медицинской техники расположен в том числе с самым современным вплоть до робототехники непосредственно на Арбате. Арбат-32 – это наше главное учреждение. Практически весь спектр медицинского оборудования, который имеет Арбат, представлены в нашем реабилитационном центре Бьюдина. Вот если говорить об оснащении, то есть насколько оно действительно хорошее, насколько представлены нужные аппараты? Во всяком случае, все, что необходимо реабилитации пациентов по вышеперечисленной патологии, мы имеем. У нас также очень хорошая территория, которой мы занимаемся, облагораживаем ее. У нас есть теренку для пациентов, которые после патологии сердечно-сосудистой системы, если нуждаются в нагрузочных каких-то программах, они могут смотреть у нас дозированно, проходить определенный километраж для того, чтобы укреплять сердечные мышцы и реабилитироваться после различных операций. У нас есть, что уникально для именно Юдина, у нас хороший бассейн, 25 на 14 метров. При медицинских показаниях на реабилитацию пациенты у нас проходят в том числе и курс бассейнотерапии. Плавают огромный спектр физиотерапевтических аппаратов, начиная с углекислых ванн до подвожного вытяжения позвоночника. Это наш центр тоже имеет. Я хотел бы еще акцентировать внимание, что не в каждом медицинском революционном центре, представленном в городе Москве и в Подмосковье, есть палаты с максимумом проживания 2 человека. Вот мы в Юдина, такую возможность пациентам можем предоставить максимум размещения, это 2 человека. В настоящее время в рамках модернизации нашего лечебного центра проводится ремонт двух этажей. И буквально после Нового года, по заверениям наших строителей, мы включим еще в наш состав еще 2 отделения. Что это будет за отделение? Это будет отделение, ну, то же самое. Они будут просто расширены центральной и периферической нервной системой, и отделение реабилитации с пациентами, пациентов с опорно-двигательным аппаратом. То есть, если говорить о направлениях, какое из направлений боли востребованы? Это сердечно-сосудистые, это суставные заболевания. Вот с чем чаще всего к вам обращаются пациенты? Если взять статистику, в основном мы занимаемся пациентами с заболеванием периферической нервной системы и опорно-двигательным аппаратом. Если взять удельный вес пациентов, которые находятся в нашем центре, то у нас 2 трети находятся именно пациентов с периферической нервной системой, опорно-двигательным аппаратом. И есть достаточно обширный пласт пациентов с заболеванием центральной нервной системы, в основном после наших инсультов. Геннадий Иванович, мы коснулись того момента, с чем к вам обращаются пациенты. А как попасть в ваш центр? Какие необходимо представить документы? Необходимо ли получить у своего лечащего врача направление? То есть, с каким пакетом к вам может обратиться пациент за помощью, за реабилитацией? Ну, во-первых, я хотел бы сделать акцент, что мы находим, мы работаем в системе обязательной медицинской страховой, то есть, бесплатно мы оказываем медицинскую помощь жителям не только нашего субъекта Российской Федерации, в котором он расположен, это Подмосковье, да, наше любимое Подмосковье. То есть, не только жители Одинцовского округа, не только жители региона могут обращаться? Как я сказал, мы представляем спектр лечения национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии. То есть, мы берем пациентов не только с Подмосковью, мы берем пациентов со всех субъектов Российской Федерации, один пациент у нас был даже с Сахалина, что нам очень отрадно, что она знает, и, во всяком случае, помощь, которую мы оказываем, она достаточно неплохо анонсируется нашими пациентами в социальных сетях, и мы надеемся, реабилитация будет, как говорится, коньком нашей деятельности, и достаточно несложно к нам попасть. Для этого пациентам нужно взять от своего лечащего врача направление по форме 057, это стандартная форма, выписывается медицинским учреждением страны, утверждена Минздравом Российской Федерации, и выписка нужна непосредственно от истории вашего заболевания. Это необходимо для того, чтобы нам составить индивидуальную программу реабилитации, подобрать вам необходимые спектры медицинского оборудования, лечебной физкультуры, физиотерапевтической оборудования, для того, чтобы вы быстрее и полнее прошли курс реабилитации. Пациентам, которые находятся в стационарах, и которые непосредственно нуждаются в ранней реабилитации после перенесенных заболеваний, мы докторам стационаров и пациентам, которые планируют на какую-то плану госпитализации, по замене суставов, допустим, или каких-то там операций на позвоночнике, просто доктора предупредить, что нам нужна формулировка, нуждаются в реабилитации, можно написать наш центр, реабилитационный клинический центр Юдина Минздрава Российской Федерации. Ну, в общем, получается направление, выписка из истории болезни, паспорт, полис ОМС, и можно приезжать к вам на реабилитацию. Да, и хотел бы уточнить еще один момент. Если пациент приезжает на реабилитацию к нам из поликлиники, единственное, там минимальный спектр обследований, он стандартный для всех учреждений. Это общий анализ крови и мочи, флюорографии или рентгеноскопии органов грудной клетки, осмотр гинеколога, мужчин-уролога. И с этим спектром мы, пожалуйста, ждем к себе на реабилитацию. Геннадий Иванович, если говорить о ваших специалистах, о вашем коллективе, насколько укомплектован штат лечебного учреждения? Вы знаете, у нас штат лечебного учреждения сейчас укомплектован на 76%. Это неплохой показатель, особенно для Подмосковья. Мы специалистов подбираем по своему профессиональному уровню. У нас работает два кандидата медицинских наук. Достаточно много врачей высшей и первой коллекционной категории. Укомплектованность средним медицинским персоналом порядка 70%. Это достаточно неплохой показатель для медицинских учреждений Подмосковья. Какие из направлений вы планируете развивать в ближайшее время? Возможно, появятся какие-то новые отделения? Вот я как раз сделал акцент. Мы сейчас развиваем реабилитацию, хотим заняться онкореабилитацией после заболевания молочной железы. Достаточно большой спектр пациенток, которые нуждаются непосредственно в этой работе. То есть это получается после проведения операции? Да, после мастер-петомии. Они чаще всего просто уезжают домой и дальше не знают о том, что нужна реабилитация, где ее можно пройти. А вы как раз хотите дать им всю информацию? Чтобы развивать это направление, у нас от Института курортологии научный сотрудник, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, занимается именно этой тематикой. Разработаны методики именно реабилитации пациентов с этой патологией. Здесь, наверное, все-таки взаимодействует несколько специалистов? Ну, безусловно. Здесь и в совокупности не только мы работаем с акушер-гинекологом, в том числе и с онкологами. Там есть определенные показания и противопоказания. Но у нас есть спектр медицинского оборудования, который обеспечит лимфодренаж после состояния мастер-петомии и определенные виды физиотерапевтических воздействий, которые улучшают состояние пациента. Но я так понимаю, уже ведется эта работа. Насколько эффективна реабилитация вот именно после таких операций? Сейчас мы прокатываем эти программы, и они достаточно неплохо проходят. И чувствуем обратный ответ. И уже к нам обращаются непосредственно специалисты, с которыми мы обсуждаем эту тему. Это Институт Герцена. Во всяком случае, планируем тесно взаимодействовать. И только совместными усилиями врачей-специалистов узкого спектра мы постараемся возвратить в строй наших женщин. А все-таки это разовый курс, либо есть какая-то программа, которая необходима в течение года, допустим, несколько раз проводить, вот курс конкретно по этому заболеванию, по этой патологии? Да, да. Там в зависимости от результата. Непосредственно нужно несколько курсов проведения именно реабилитационной работы. Ну и я правильно понимаю, да, что и по всем остальным направлениям, то есть сердечно-сосудистые заболевания, суставные заболевания, это тоже как бы курс с продолжением. Да. Если я вам не рассказал еще те силы и средства, которые у нас есть, у нас же уникальное медицинское учреждение, у нас есть непосредственно своя минеральная вода, аналог Исинтуки-4, которые пациенты могут получить у нас при назначении врача, они пользуются этой минеральной водой, она имеет свои уникальные средства. У нас есть производим лечение, реабилитация пациентов со своей морской водой. У нас есть, добывается РАП. В нашей территории три источника воды, которые непосредственно мы добываем и включаем их в непосредственно реабилитационную программу. Плюс у нас очень хороший спектр предложенной больниотерапии, у нас большой спектр грязетерапии, мы закупаем грязь тумбулканского источника, это Северного Кавказа, который поставляется к нам и пациентам достаточно активно, помогая при заболевании суставов. Центр крупный, уже в начале нашей программы об этом сказали, что очень много направлений, реабилитационных направлений, что немаловажно. Поэтому, если у жителей Одинцовского округа, жители Подмосковья, да и всей России есть проблемы, есть потребность в этом, то можно обратиться к вам за помощью. Совершенно точно. Для этого, уважаемые телезрители, достаточно направлений и выписки из истории болезни. И единственное, нужно с нами созвониться, мы просто уточним по наличию мест, поскольку мы достаточно пользуемся большим спросом, и спектр предлагаемой медицинской реабилитации у нас достаточно обширный, а таких центров достаточно в стране немного. Насколько рассчитан центр? Сколько пациентов вы готовы принять? У нас в настоящий момент на 230 коек мы оснащенность нашего центра, но после ремонта мы практически догоним это до 250 коек. Вы работаете в условиях стационара, либо дневной стационар тоже используете в работе, и можно к вам приезжать, например, конкретно на процедуры? Совершенно точно. В рамках, опять же, ОМС, то есть бесплатно, у нас есть дневной стационар на 20 коек, который мы используем непосредственно для лечения пациентов, которые не могут у нас оставаться на круглосуточном проживании. Спасибо, Геннадий Иванович, за интересную беседу. Спасибо. Спасибо, Мария, спасибо, уважаемые телезрители. Ждем вас при необходимости к нам на реабилитацию. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите себя и свое здоровье. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин